На днях Eminem представил всему миру свой новый видеоклип Not Afraid со своего нового седьмого студийного альбома Recovery. И сегодня нам удалось поговорить с Eminem о его нелегком пути к восстановлению. Всем привет, меня зовут Берг Андерсон, и вы смотрите большое интервью с Eminem. Мы отправились в Лос-Анджелес, ведь именно там Eminem выступал перед огромной публикой на концерте, организованном студией Activision. На этой сцене он исполнил новый трек «Won Back Down», который является саундтреком к новой части игры Call of Duty Black Ops. И вот после великолепного выступления нам удалось эксклюзивно поговорить с ним. Конечно же, первым делом мы поздравили его с выходом нового альбома и великолепным выступлением. А также мы поговорили о его новом альбоме, видеоклипе и борьбе с наркозависимостью. У тебя в жизни был очень мрачный период, почти пятилетний перерыв. Как тебе удалось все это преодолеть? Ну, это был длительный процесс. Мне понадобилось много времени, чтобы признать, что у меня есть проблема. Понимаете, в мире хип-хопа подобное могут ошибочно принять за слабость. Меньше всего рэпер хочет признать, что он слаб. Но если бы я не признал, что это моя слабость, меня ждала бы гибель. Насколько все было плохо? Я был примерно в паре часов от смерти. Я не сгущаю краски, это правда. У меня был передоз. Я почти умер. Как ты перевернул свое мировоззрение? Ты же всегда показывал себя таким сильным и крутым. Как тебе это удалось? Ну, мне пришлось признать, что проблема существует. Я должен быть внутренне готов. Не хочу, чтобы это звучало как клише, но ты должен это сделать ради себя, а не ради кого-то еще. Когда я впервые попал в клинику в 2005 году, у меня было ощущение, что я сделал это ради других людей, а не для себя. Я пытался идти против системы, я не хотел никого слушать, плевал на всех. Я говорил, у меня нет проблем, как вот у этих людей. Я принимаю таблетки просто потому, что не могу уснуть. Вот и все. А ВИК-1 я принимаю просто потому, что хочу. Это было своего рода оправдание. Именно. И после того, как меня выписали из клиники, мне пришлось очень непросто. Я потерял лучшего друга. У меня мозг был будто в отключке. Я просто существовал. И после этого все понеслось по наклонной. У меня случился передоз. После того, как меня выписали из клиники, у меня случился рецидив. Я практически насрал на себя. Лишь после этого я попросил помощи и признал, что с этой проблемой я один не справлюсь. Поначалу я думал, что справлюсь, что все под контролем. Но я ошибался. Что же, если честно, то я была потрясена. Я даже не ожидала, что у нас получится вот такое вот откровенное интервью. От себя я могу лишь добавить, что Эминем выглядит очень и очень бодро, даже после того, через что ему пришлось пройти. С вами была Берг Андерсон, и это было большое интервью с Эминемом. До скорой встречи. Всем пока.